Этим утром всем российским легкоатлетам, за исключением прыгуни в длину Дарьи Клишиной, пришло официальное уведомление о том, что им запрещено участвовать в Олимпиаде в Рио. Клишиной разрешено, но лишь под нейтральным флагом. То есть Всемирная Федерация Легкой Атлетики официально отлучила от Олимпиады даже тех, кто никогда не был замечен в применении допинга. То есть коллективное наказание. При этом глава Федерации Себастьян Коу заявил, без русских Олимпиада будет только лучше. Мой коллега Евгений Лявин пытался понять, лучше чем что. И как теперь будут бороться даже не за медали, а за шанс выйти на Олимпийские старты российские легкоатлеты. Вот то самое письмо. Значит, заявку я отправил 27 июня. Ответ мне пришел 9 июля. Вот в таком красивом имейле с вложением. Тут очень много страниц текста. Такие письма с уведомлением от Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций получили российские спортсмены сегодня ночью. Действующий чемпион мира в беге с препятствиями Сергей Шубенков оказался в числе 67 российских легкоатлетов, которых не допустили к выступлению на Олимпиаде Врия. Я уже 4 года вхожу в международный пул тестирования АФ. Это значит, что ко мне в любой момент могут приехать допинг-офицеры. Ну, в любой момент, это каждый день в течение часа. С августа 2015 года по настоящий момент меня провели 8 подобных тестов. Но 8 допинг-про показалось недостаточно. Так и написали в письме. Этого мало. Команду на старт дали лишь одной российской легкоатлетке прыгуни в длину Дарьи Клишиной. Только из-за того, что она живет и тренируется в США. Спортсменка поблагодарила Международную Ассоциацию за допуск к Олимпиаде и поддержала других спортсменов, написав пост в Фейсбуке. Дорогие друзья, сейчас, как никогда, нам нужна ваша поддержка. Никто не должен опускать руки. И нам стоит дождаться предстоящего решения суда и надеяться, что оно будет в пользу русских атлетов. И что все-таки наша команда сможет поехать на Олимпиаду в Рио. Для российских спортивных функционеров, собственно, так же, как и для самих спортсменов, сегодняшнее решение Международной Ассоциации новостью не стало. Все было ожидаемо и понятно давно. Чистота российских легкоатлетов мало кого интересует. Логика такая. Те, кто тренируются в России, они за ее пределами уже вызывают подозрения. И даже если все допинг-пробы отрицательные, не допускать международным соревнованиям. Посыл ясен. Наказать спортсменов, по сути, за то, что они россияне. Наказать болельщиков и страну в целом. И здесь уж попробуй поспорить. Сдавай, не сдавай, допинг-пробы. Есть в мире огромное количество спортсменов, которые не сдавали такого количества тестов, как россияне. Например, есть американские баскетболисты, которые выступают в НБА. НБА находится вне юрисдикции Международной антидопинговой ассоциации. И эти люди, по сути дела, находились вне допинг-контроля последние 4 года. И они спокойно ездят на Олимпиаду и никаких претензий не предъявляют. Отстранить нельзя допустить. Международная ассоциация легкоатлетических федераций поставила запятую. Правда, точку в этом вопросе должен поставить спортивный арбитражный суд, куда обратились наши спортсмены. Он начнется 19 июля. Юридически все понятно, процесс продолжается. Есть очень сильная команда юристов, зарубежных юристов, которая будет представлять наш интерес. Что касается технической стороны вопроса, то мы по-прежнему продолжаем подготовку к Олимпийским играм. Спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах. Прежде всего, я бы хотела успокоить всех любителей легкой атлетики и все, кто сейчас за нас переживает, допустят нас на Олимпиаду или нет. Ни в коем случае не обращайте внимания на те заявления, на ту информацию, которая идет со стороны ИАФ. Она ничего не стоит. Это совершенно пустые слова. Потому что для нас важным решением будет это лишь одно решение, которое вынесет спортивный арбитражный суд в Лозанне. Я прям верю в то, что суд все-таки вынесет положительное для нас решение. И просто потом лично я посмотрю в глаза президента Себастьяну Коу и посмотрю, что он мне скажет. Президент Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций Себастьян Коу как раз тот человек, кого обвиняют в коррупции. Телеканал BBC показал фильм, в котором прямо говорилось. Президент Ассоциации свой пост занял в результате сговора с сыном бывшего президента Ассоциации, сенегальцем Папа Массата Диака, который, по данным журналистов, обеспечил ему голоса руководителей Африканских Федераций. К слову, Диака сейчас разыскивает Интерпол. Но именно Себастьян Коу любит порассуждать о доверии к российскому спорту и к российским спортсменам. И, конечно же, о коллективной ответственности. Мы только оценивали систему и культурную среду, в которой соревнуются все российские спортсмены. Эту систему мы считаем испорченной. Она заставляет сомневаться в каждом спортсмене, который является ее частью. С начала допинг-скандала России сразу выдвинули огромный список условий провести работу над ошибками. Отставка руководства Федерации, закрытие лабораторий и многое другое. Конкретные требования, которые наша страна выполнила. Но были в этом списке и такие требования, которые и выполнить-то непонятно как. К примеру, создание антидопингового общественного мнения в России. Требования к спортсменам тоже менялись на глазах. Сначала нам заявляли только о тестировании в другой стране. Потом начали заявлять о проживании в другой стране. В результате итоговые критерии получились такими, что я их адекватно, честно говоря, на русский язык перевести не могу. Быть субъектом другой адекватной системы за пределами Российской Федерации. После такого приема стало ясно, в этом допинг-скандале политики больше, чем спорта. Никто о спортсменах не думает. Это в общеполитическом контексте. Сейчас принято на экономическом, политическом уровне, извините, долбить Россию. Что спортсмены, что они будут отставать? Нет, конечно. Вот вам, пожалуйста, яркий пример ангажированности того, политической ангажированности того, что сейчас происходит. В июне на встрече с лидерами ведущих мировых информагентств Владимиру Путину был задан уже наболевший спортивный вопрос. Может ли быть коллективная ответственность в спорте? Ответственность должна быть всегда персонифицирована. Если кто-то из членов вашей семьи совершил право нарушения, что разве справедливо привлекать к ответственности всех членов семьи, включая вас лично? Но это же так нигде не делается. Люди, которые не имеют никакого отношения к нарушениям, почему они должны страдать за других? Ну это просто вообще не вписывается ни в какие рамки цивилизованного поведения. Мы сами возмущаемся, когда сталкиваемся с проблемами допинга. И сами стараемся это пресечь, наказать виновных. Но чистые спортсмены так называемые, почему они должны страдать? Любопытно, что легкоатлетки Юлии Степановой, которая сама была уличена в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицирована на два года, которая и инициировала этот допинг-скандал, разрешили участвовать в Олимпийских играх под флагом Международного Олимпийского комитета. Видимо, за заслуги в борьбе с допингом. Будет или не будет выступать, пройдет ли отбор, вопрос другой. Дарья Клишина и Международная Федерация предписала выступать в Рио в качестве независимой спортсменки, то есть под флагом МОК. Хотя это противоречит заявлению, которое сделал ранее президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, о том, что российские спортсмены вправе выступать под флагом своей страны. Здесь ясно одно. Для того, чтобы наши легкоатлеты вышли под триколором и поборолись за призовые места на этой Олимпиаде, за них сначала придется побороться юристам в суде. Евгений Лямин, Александр Патухов, Валерий Жичкин, Мария Михневич, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.